Футбольный клуб Копенгаген принимает на своем поле футбольный клуб Москва. Ну вот, игроки, которые представляют клубы, носящие имена двух столиц, во втором матче сейчас, через пару минут, начнут игру за право выйти в следующий, уже групповой этап Кубка Уэфа. Напомню вам, дорогие друзья, первая встреча на стадионе имени Эдуарда Стрельцова закончилась весьма и весьма плачевно для нашей команды. Гости выиграли со счетом 2-1, причем в добавленное уже арбитром время Александр Самедов счет сравнял, но вот Либор Сьенка в то же самое добавленное время поставил крест на желании наших футболистов закончить встречу, домашнюю встречу благополучно. Только что вы видели капитанов команд Дмитрия Гадунка и Ольрика Лаурсена, которые вместе с судьями провели вот такой традиционный предматчевый ритуал. Сегодняшнюю бригаду арбитров возглавляет Серж Гюмини, арбитр из Бельгии, ну, собственно говоря, вся бригада из Бельгии, Вальтер Фроманс и Марк Симмонс, его помощники, Жан-Батист Бюльтинг, резервный арбитр, делегат УЕФА Пьерин Ларди из Швейцарии и инспектор, судейский инспектор Джон Эдвардс Мартин из Англии. Вот Серж Гюмини на ваших экранах, арбитр, который с 2003 года подходит в список арбитров ФИФА. Бракамонте, который также, напомню вам, выходил на замену в первой игре. Вот такие изменения произвел Олег Блохин. Ну и первый по-настоящему опасный момент возле ворот Юрия Живнова. Нордстранд на ваших экранах, он замыкал эту атаку. Посмотрите, хороший перевод мяча справа, квист навешивал. И вот девятый номер, Мортен Нордстранд. Опытнейший Николас Йенсен, Мац Лаудруп выходил на поле, Жозе Жуниор и Айлтон Алмейда. Но Алмейда, если мы с вами помним, вновь очень опасный момент возле ворот Юрия Живнова. Ну и второй раз прощают нас датчане. Мы с вами помним, Алмейда выходил в первом матче. Сегодня он в запасе. В общем, откровенно говоря, из тех, кто в состоянии выйти на поле, у Копенгагена целый ряд игроков. Хатчинсон. И вновь Живнов выручает, и вновь датчане прощают нас. Квист бил по воротам. Посмотрите, как изящно все было сделано. Горожане сейчас неплохо контролируют мяч. Правда, дело не доходит до точных передач на последней фазе, в последней фазе атаки. Самедов. Ну вот, может быть, сейчас удар. 1-0. Эктор Бракамонте. Какое недоумение. На лице Олега Блохина написано. И абсолютное непонимание на лице Столи Сольбакина. Ну вот, давайте посмотрим. Кирилл Набабкин. То ли бил, то ли делал передачу. Да не было там положения вне игры никакого. Вектор Бракамонте как-то непонятно коленом забивает, отправляет мяч в ворота. Ну, какая разница, какой частью тела, лишь бы не рукой. Кристенсен. Шушуков. Боже мой. Это несчастный случай. Несчастный случай. Ну вот, давайте посмотрим. Далеко вышел из ворот Юрий Живнов. Неудачно отбил мяч сейчас Годунок. Опасный удар по воротам. Нордстранд. Вот, решил продолжить, продолжить свою карьеру в Копенгагене. Вот сейчас, сейчас точно было положение вне игры у Бракамонте. Но комбинация, комбинация была неплохая. Вот смотрите, Чеснаускис, хороший перевод мяча. Стрелков под удар, под удар ли, под прострел ли. Годунок. Вновь на вес. Но пробить по воротам. Желтая карточка показана кому-то из наших футболистов. Думаю, что это уже не имеет никакого значения. Матч закончился. Матч закончился со счетом 1-1. Копенгаген выходит в групповой этап. Этап лиги, клубка УЕФА. Очень старались наши. Очень старались. Но, к сожалению, одного старания было недостаточно. Продолжение следует.